Состав равнителей. Как их классифицируют? Выделяют гипсовые равнители. Их плюсы пластичные, имеют небольшой вес, относительно недорогие. Они практичные и удобные в использовании. Их, по сути, наверное, сделали для любителей, для человека, который своими руками делает у себя дом и ремонт. Но у него есть очень существенный недостаток. Первый, я уже говорил, что недостаток большинства равнителей – это слабая адгезия к основанию. Здесь это наиболее ярко выраженный недостаток. А еще гипс боится сырости и обладает низкой прочностью по сравнению с цементными составами. Есть еще цементные самовыравнивающиеся смеси. В использовании универсальные и могут применяться для отделки полов в помещениях с любым температурно-влажностным режимом. С помощью стартового цементного равнителя можно делать стяжку до 8 см в толщину. При этом она гораздо быстрее сохнет, благодаря специальным добавкам. Но у нее тоже есть недостатки. Они образуют более хрупкую поверхность, заметно более тяжелые, чем гипсовые, хотя и значительно уступают весе ПЦС. И гораздо тяжелее расходятся по полу, чем гипсовые. Когда появились сравнители пола в продаже, рабочие с радостью, с огромным энтузиазмом взялись их использовать. Потому что в теории его использование гораздо проще и легче, чем использовать, допустим, ПЦС. Или делать мокрую стяжку с помощью смеси песка и цемента. Но здесь тоже есть свои тонкости, о них мы сейчас поговорим. Во-первых, я все-таки не рекомендую вам его использовать, вообще никакие равнители использовать, если вы знаете заранее, что у вас будет инженерная или паркетная доска, которую вы будете приклеивать к стяжке пола. В этом случае лучше всего использовать полусухую стяжку пола, которую можно идеально выровнять, и она не потребует никакого равнителя. Если все же вам потребовалось его использовать, выбирайте те равнители, которые имеют максимальные характеристики по адгезию к цементному основанию. Я вам рекомендую адгезию не менее 0,5 мегапаскаля. Далее, еще один лайфхак. Цементный равнитель пола предварительно нужно обработать полиуретановым праймером. За счет этого вы получаете не только гидроизоляцию, вы также укрепляете поверхность этого равнителя, и он гораздо лучше приклеивается к стяжке. Следующий момент. Перед тем, как использовать равнитель пола, требуется тщательная уборка пола. Нужно его подмести, пропылесосить и прогрунтовать минимум 2-3 раза. Потому что любая пыль на полу, а пыль всегда есть на стройке, и она осаждается на пол. Так вот, любая пыль, она, конечно, ухудшит показатели адгезии и потом увеличит вероятность того, что у вас равнитель отвалится от основания. Важно, чтобы просох предыдущий слой. Если у нас стяжка, допустим, или слой цементного, если мы наносим стартовый равнитель, у нас еще сыроватая стяжка, значит, он потом покоробится и отвалится кусками. Если у нас настал этап финишного равнителя, убедитесь в том, что стартовый равнитель также просох. Я вам рассказывал в прошлых модулях, как это делать. Берется кусок силофана, приклеивается к основанию, по периметру скотчем плотно проклеиваются все края и ждем 1 сутки. Через сутки смотрим, если какой-то конденсат выступил на поверхности пленки, значит, поверхность еще не высохла. Если сухая пленка, значит, можно наносить следующий верхний слой. Также нельзя нарушать технологии. Обязательно нужно, чтобы рабочие читали, в каких пропорциях нужно замешивать этот раствор с водой. У меня был неописуемый случай, когда у меня рабочие решили симпровизировать. Для того, чтобы более жидким слоем, более ровненько раскатать равнитель, они догадались добавить туда побольше воды. В итоге, конечно, формула была нарушена, и этот равнитель развалился на составляющие. Отдельно была песчаная кучка и отдельно все их там наполнители. В итоге мы получили обратный эффект. Нельзя смешивать разные смеси в одной таре. Нельзя смешивать разные виды равнителей. То есть все эти химические опыты выйдут вам боком. И нельзя использовать смеси на гипсовой основе во влажных помещениях.